А вообще, что происходит? Мне это удалось. Это новое видео на канале Gadgetmania. Я сейчас вам все расскажу. Давайте начинать. Поехали! Добрый день, товарищи. Для чистоты эксперимента давайте посмотрим с вами и Мэй, потому что сегодня начинается трата уже настоящих денег. Закинул на специальный баланс линюшку. Давайте посмотрим, какой Мэй отображен здесь 3561, 33 на 9, 06, 77 на 28. Давайте посмотрим, какой Мэй отображен здесь. И мы вот здесь, на коробке, сейчас включим на самом телефоне. И еще раз продемонстрирую вам, что телефончик на самом деле залоченный. Здесь без всяких, скажем так, подстав с моей стороны. Очень много видосов, если вы начнете сейчас смотреть на YouTube, разблокировка, полная разблокировка от iCloud, какие-то манипуляции в чине 10-15 минут, ввод подменных DNS серверов и так далее. Все это заканчивается, естественно, ничем. Для чего люди опубликовывают такую штуку, пока для меня не понять. 3561, 39, 09. И вот это вот. То есть у нас и Мэй номера абсолютно сходятся. Дальше мы еще раз заходим в выбор языка, выбор страны. Настраиваем вручную, активация iPhone. И ничего не происходит. На самом деле, опа, блокировка активации. Ну что ж, друзья, давайте с богом минус 8 тысяч рублей со счета буквально через 3, 2, 1. Итак, вы только что видели то, что происходило вчера в 10 часов утра. А сейчас время 15.39, 8 мая, канун Великого Праздника. И тут я получаю, соответственно, уведомление о том, что, в принципе, он должен быть разблокирован. Все тот же телефон, давайте с вами его достанем. Все буду записывать с первого дубля, то есть без склеек и срезов, для того, чтобы вы действительно поверили, что это никакое не наебалово. Так, это у меня все те же чеки. Сейчас мне надо вот так вот сделать, для того, чтобы вы посмотрели. И-мейн номер этого телефона, он не изменился абсолютно никаким образом. Ну и, собственно, давайте посмотрим. Выбор сети, айфон. То есть я сейчас раздаю со своего айфона. Нажимаем далее. Происходит активация. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Сим-карта не вставлена. Окей. Сейчас можно активировать здесь сим-карты. Я не знаю, какая версия iOS здесь стоит, потому что он, ну, условно говоря, после того, как произошла эта история, он... Да ладно! Серьезно! Охуеть просто! Просто, ребята, охуеть! Далее. Настроить Touch ID позже. Не использовать. Параметры. Не использовать. Здесь пишем не использовать. Да ладно! Настроить айфон как новый. Чистый Apple ID. Нету никакой блокировки iCloud. Забыли пароль или нет Apple ID. Настроить настройках позже. Не использовать. Да, вообще! Это всего лишь 6 Сеско. Включаем службу геолокации. Нам нечего остерегаться, нечего бояться. Все законно. Не делиться стандартно. Далее. Вот он. Вот он первый момент. Ребята, это вообще какой-то... Вообще чума какая-то. Все. Позже. Напомнить позже. Ребята, это просто какой-то космос. Давайте, кстати, посмотрим. Зайдем в настроечки. Здесь уже почему-то обновление. Соответственно, все. Основные об этом устройстве. 11. 4.1. Все тот же. Снимаем телефона. Просто у меня аж руки трясутся. Они у меня и так трясутся всегда. 32 емкость. В принципе, все. Давайте проверим. Работает у нас 3D Touch. Абсолютно. Давайте проверим Wi-Fi. То есть телефоном я на самом деле ни секунды не пользовался. У нас есть Wi-Fi. Он работает. Все остальное работает. Единственное, что... Давайте вот так вот сделаем. Давай. Какое-то здесь стекло немножко. Секунду. Так. Погода. Разрешать всегда. Ну, вот. Вот таким вот образом. Максимальная яркость. После десяточки я, соответственно, к этой яркости... Ну, все видно на солнышке. Сейчас солнышко прямо спину мне греет. Ну что ж, друзья. Это победа. Это победа. И я официально сейчас смогу заявить следующее. Я могу осуществлять помощь вам в разблокировке активации по iCloud. Если вы забыли пароль, если у вас есть все правоустанавливающие документы, если у вас есть коробка чеки, если вы можете доказать, что вы этот телефон не украли, не где-то похитили, то есть только официальные трубочки. Не обязательно, чтобы они были скуплены в России. То есть они могут быть... Айфоны могут быть и с Америки, и вообще со всего-со всего мира. Потому что самое главное, чтобы он не был в списке Lost. То есть, как-то так. В общем и целом, друзья, это какое-то... Это кошмар, но наоборот. Это безумно клево. То есть есть люди, есть сервисы. И вы, вот посмотрев этот ролик, посмотрев предыдущий ролик, вы можете обратиться. Да, это платно, но вы можете разблокировать не айфон 6s, вот 6s, живой пример. То есть вы можете разблокировать семерку, восьмерку, десятку и по телефону. Может быть у вас ввели пароли дети, может быть вы просто забыли пароли, может быть вы купили и с рук, допустим, с документами вам продали телефон, и на самом деле бац и забыли как бы снять, выйти, а вы скинули на заводские, и происходит то, что вы не можете пользоваться телефоном. Можно разблокировать. Это никакой не обман, я заплатил 8000 рублей, но окей, хорошо, то есть как бы все равно я сейчас могу пользоваться телефоном. Кстати, эта трубочка абсолютно в этом идеальнейшем состоянии, с наклеенным стеклышком, с полным комплектиком, нет только наушников, коробочка, чеки, все, гарантия, официальная год гарантия до 20 августа и еще сверху год, потому что на RST айфона гарантия 2 года. А не один. Соответственно, он будет продаваться, я его отдам по закупу, то есть я вам сейчас открою, грубо говоря, коммерческую информацию за 12500 рублей. Пока актуально в описании, что этот телефон продается, и куда мне написать для того, чтобы его окупить? Отправка по всему миру, по России, это либо почта России, либо транспортной компании на ваш выбор, оплачиваете доставочку вы, либо в какую-то другую страну, можно в Казахстан, можно в Беларусь, можно в Украину, куда хотите, доставочку опять же оплачиваете вы. Я со своей стороны обещаю, что я хорошо пакую, я сниму этот процесс на видео, сделаю фотографии, полный фото-видео-отчет, как я это обычно делаю своим покупателям. Да-да, в принципе, поскажете, ага, барыга, сразу продавать. Но я не могу обкладываться себя телефонами, айфонами, надо переходить на следующий этап, то есть давайте, это будет стартик такой, стартик перезагрузки канала, то есть начали мы с айфона 6s, ну а соответственно, далее по нарастающей, не обязательно эта тема с iCloud, то есть я вот попал в такую ситуацию, и я из нее вышел, хоть и платно, но вышел. Поэтому, если вам будет интересно, пишите все ссылки, как со мной связаться, в описании под этим видео. Спасибо за просмотр, если досмотрели до этого момента, пишите в комментариях Дональд Даг, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, для того, чтобы не пропускать новых видосов. У меня есть, что вам рассказать. Совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока. А, кстати, всех с наступающим великим днем победы. И маленькая ремарочка, перед тем, как, соответственно, платить кому-то деньги, без разницы, мне или кому-то другому человеку в интернете, непосредственно сначала надо проверить по e-mail номеру, то есть пробить ваш телефончик, в каком статусе он находится. Это стоит 1 доллар, я буду это делать, соответственно, по себестоимости, просто пишите по ссылкам в описании, скидывайте e-mail, я скину координаты, куда перечислить 1 доллар в рубрёвом эквиваленте, мы проверим это буквально несколько секунд, и мы будем знать, в каком статусе находится ваш айфон. Это актуально для всех видов айфонов, заблокированы, не заблокированы, в общем, если вы хотите получить полную информацию о своём устройстве, милости просим, ссылки в описании. А этот телефон, кстати, продаётся, да, 12500, вы знаете, куда идти, в описании. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин